Итак, друзья, всем доброго прекрасного утра! Московское время, 9 часов 30 минут. Сегодня воскресенье, день чудесный! А почему? Да потому что именно в воскресенье с нами просыпается Лариса Иванова и своей улыбкой дарит нам счастье, любовь. А это мы все несем в мир и говорим, смотрите на нас, какие мы счастливые! И радуйтесь вместе с нами! Лариса, мы готовы! А у тебя микрофон выключен! Да! Доброго волшебного утра, друзья! И кто молодцы? Все, кто сегодня собрались с нами в этот воскресный день со своими семьями, со своими детками, со своими внучатами, бабушками, дедушками. Все-все-все, кто хотят начать этот день с радости, да? А как говорят, как ты день начнешь, так ты его проведешь. Проведешь, да. Вот из какой он ноги встал, с правой или с левой, она без разницы. Потому что мы можем просто спрыгнуть с кровати, мы можем просто кувыркнуться и сказать, да, молодец, я! И начать смеяться, начать с веселья. И, друзья, если кто-то из вас первый раз, вы можете столкнуться с таким чувством, что смеяться как-то просто так неестественно, да? Я про себя тоже могу сказать, когда я первый раз. Меня просто добавили в чат, где просто я включила и смеются, кто-то там готовит, кто-то там вообще в бегудях там. И вот они ржут, и я была в недоумении, мне это не понравилось. Я вышла из чата и что-то возмущенное написала тому человеку, который меня добавил. Типа, смеяться можно только когда анекдоты, только когда что-то смешное, а так просто это неестественно. Но почему я так написала? Потому что я не знала, что здесь не про смех вообще речь идет, не про естественность, а смех идет про тренировку с пользой для здоровья. И, друзья, когда, допустим, мы идем в спортивный зал, да? Разве это естественно поднимать штангу или там эти гантели? Разве это естественно до седьмого пота приседать, отставив попу назад? Это естественно? Кто-то просто так в жизни это делает? Нет. Но это делают ради чего? Специально, через усилия даже, да? Через семь потов. Но делают для того, для здоровья, да? Чтобы организм был более крепкий, животик был подтянутый, кто-то там кубики делает на животе, кто-то попу качает, кто-то хочет лишний вес сбросить, да? То есть это тренировка, не всегда приятная, не всегда веселая, да? Потом болят мышцы, потом бывают растяжения, когда человек там на шпагат, допустим, пытается сесть, да? Бывают болевые ощущения. Это неестественно, но ты на это идешь ради поставленной цели. Так вот, друзья, когда я узнала, что смех – это тренировка, да? И что сам, то есть йога смеха – это тренировка. И сам смех – один из инструментов для нашего здоровья. Вот когда включилась эта осознанность, тогда я уже совершенно по-другому стала к этому относиться. Есть в йоге смеха три вообще инструмента. То есть йога смеха – это не пропоржать. Это здесь смех именно как инструмент для того, чтобы усилилось кровообращение, для того, чтобы больше вошло кислорода в наш организм, для того, чтобы кислород питал наш мозг, питал наше сердце, питал все наши органы. Как вы считаете, это важно? Если кислорода не хватает к мозгу, происходит сегодня болезнь номер один, болезнь века – это инсульт, инфаркт. Если кислорода не хватает к мозгу – это инсульт. У меня, кстати, и мама, и бабушка умерли от инсульта. Поэтому я теперь очень осознанно к этому отношусь. Да, если к сердцу не хватает кислорода – это инфаркт. Поэтому каждая наша клеточка должна быть пропитана кислородом. И для того, чтобы этот кислород больше поступал в наш организм, больше приносил пользы, вот для этого и есть правило смеха. Ну и также второй инструмент – это откашливание. Потому что когда человек переболел простудными заболеваниями, ковидом, туберкулезом и так далее, у него в организме может быть много скоплений, всего ненужного, слезы и так далее. И важно от этого избавляться, очищать организм. Поэтому это второй инструмент. И третий инструмент – это когда мы пропиваем голосовые упражнения. Мы пропиваем, и здесь одни и те же правила. То есть мы широко открываем рот, мы все стараемся делать на улыбке. И самое главное – долго. Мы долго тянем, чтобы это не было. Либо это звук какой-то, либо это смех, хоть откашливание, но мы стараемся это максимально-максимально выдавливать из себя, как тюбик зубной пасты. Вот. И знаете, когда я впервые услышала историю одного американского журналиста, Нормана Казинца, у которого была практически неизлечимая, очень редкая болезнь, я узнала, что именно смех его вылечил. Представляете, как это круто? То есть его врачи уже отправили домой, ему уже кололи наркотики, потому что он не мог спать без боли, он не мог даже мизинцем пошевелить, ему это придавало огромное мучение. И вот отправили попросту уже доживать, умирать домой. И вот где-то он услышал, что смех имеет лечебное влияние. И он тогда попросил, чтобы ему там комедии разные, конечно, йогой смеха он не мог заниматься, да, он и не знал об этом, да, это вообще сравнительно недавняя наука. В Россию пришла вообще всего лишь несколько лет назад. Так вот, ему включали кинокомедии, и он где-то начинал улыбаться, где-то его глазки искрились, где-то внутри организм уже вот немножечко начинал смеяться, да, и вот когда мы смеемся, ребята, оказывается, есть такие гормоны радости, их называют эндорфины, которые наполняют наш организм и исцеляют его. Так вот, этот человек через некоторое время скакал на лошади, играл в большой теннис, да, встретил своего вороча, так ему пошел руку, что-то, и не поверил. Он вообще не поверил глазам. Представляете, увидел его человек, уже думал, его в живых нет, и тут такой крепыш, который вот так вот, в таком виде перед ним предстал. Представляете? Круто, круто. А еще, оказывается, в нашем организме есть такие воины, которые борются с бактериями, и их называют макрофаги. Так вот, если человек смотрит фильмы ужасов, если человек слушает и говорит плохие слова, если человек ругается, недоволен, часто в негативе, возмущается, ко всему придирается, все ему не так, кого-то обсуждает, там, сплетничает, то есть в вечном негативе и недовольстве, то макрофаги засыпают, а бактерии быстро-быстро начинают расползаться по этому человеку, и разные очаги болезни могут быть в том или ином месте. Но, как только человек начинает смеяться, смотреть добрые кинокомедии, набираться позитива, когда он принимает решение, что все, он оптимист, и он по-другому будет относиться к различным ситуациям, то совершенно обратно происходит. И, знаете, сделали такой эксперимент. Капельку крови у одного человека в медицинской лаборатории отдельно взяли, и, значит, когда этот человек был недоволен, хмурился, то есть ему там включали там музыку, даже такую, знаете, тяжелую, все. И вот видно было, даже не в нем была кровь, а отдельно на стеклочке, и видно было, что, как вы думаете, что вот эти бактерии, они гнались, нападали на макрофаги. И наоборот, как только он начинал смеяться, как только включалась красивая, классическая музыка, да, говорились добрые слова, макрофаги нападали на эти бактерии. Представляете? Вот так в нашем организме. Теперь смотрите, наш организм где-то на 70% плюс-минус состоит из воды. Наша кровь на 90% состоит из воды. Наш мозг состоит на 80% из воды. То есть мы большей частью есть вода. Даже в зубной мале есть какой-то процент воды. Ну, Василий это знает, да. Так вот, представляете, чем мы себя структурируем? Есть такой Масару Имото, такой врач, который производил эксперименты с водой, и многие из вас это слышали, смотрели фильм, называется «Живая вода». Так вот, когда вода слышала хорошие слова, хорошую музыку, да, она структурировалась в виде красивых снежинок. Но если все было с той частью наоборот, то это были такие вот ужасные, некрасивые, такие страшные, пугающие, можно сказать, фигуры. То есть, представляете, когда мы слышим что-то хорошее, когда мы смеемся, мы структурируем себя красиво, гармонично, и, соответственно, наше здоровье такое. И с точностью наоборот. Если мы смотрим фильмы ужасов, если мы слышим маты, если мы с кем-то ругаемся, то мы структурируем себя отвратительно, мы разрушаем свой организм изнутри. И вот, знаете, когда вы вот ко всему этому осознанно относитесь, то вы понимаете, что нужно выбирать. Сделайте дома эксперимент. Наберите в два стакана воды, абсолютно одинаковой воды, и над одним стаканом поставьте их отдельно. Над одним стаканом все время говорите что-то хорошее. Говорите, я люблю тебя, я благодарю тебя, ты мой лучший источник, ты меня оздоравливаешь, вот ты классная, красивая, хорошая. Вот все, что угодно хорошее, говорите, а над другим стаканом отдельно его поставьте, чтобы тот стаканчик не слышал водичка. И говорите, я тебя ненавижу, ну и там всякие плохие слова. Говорите, не буду даже сейчас повторять, но это вам для эксперимента. И вы посмотрите, что через неделю произойдет с тем и с тем стаканом. То есть в стакане, где говорили все хорошее, вода будет прозрачна, вода будет свежая, чистая, в другом она помутнеет. Вот точно так же человек, если он слышит все плохое, вот так мутнеет его разум, ухудшается его память, ухудшается его восприятие мира, уже нет той осознанности. Ну и вообще, если нет настроения, о чем можно говорить, что может такой человек нашему обществу и даже своей семье сделать хорошее, да? Ведь чем мы внутри наполнены, тем мы и делимся. А сейчас я попрошу вас взять стаканчик с водичкой. Кто еще не набрал, быстренько-быстренько, бегом набирайте. И сейчас мы будем структурировать и нашу водичку, и свой организм будем структурировать на доброе и хорошее, да? И мы говорим, кто умница и красавица? Я! И можно смеяться, да? Потому что смех – это положительная энергия, да? Говорим и пьем. Говорим, мое тело молодое, красивое, да? Мое лицо молодеет, морщинки исчезают, лицо расцветает, да? Я стройная и подтянутая, да? Я веселая, я позитивная, я заряжаю всех людей энергией, энтузиазмом, да? Молодцы! Классно! Классно! Ну и сейчас мы… Делайте вместе со мной, тут со мной внучата. И сейчас мы с вами вспомним правила смеха, да? Ну и так, про смех я вам уже пользу сказала, хотя, наверное, не все. Этому посвящена целая наука, гелатология и основатель йоги смеха, врач-физиолог, доктор Мадан Катария. Итак, смех – это здоровье, как мы уже сказали. Смех – это фейсбилдинг, фейсбилдинг, потому что, когда мы смеемся, мы выглядим моложе. Это тренировка для наших мышц. Смех – это эмоциональный интеллект, то есть мы учимся управлять своими эмоциями, и смех служит миру во всем мире. Почему? Потому что, когда человек наполнен счастьем, он и делится. Вот чем мы наполнены, тем мы и делимся, да? Если сосед злой, он со всеми ругается. Если добрый, он тебе ведро с яблоком поставит под дверь, да? Итак, первое. Во время вдоха все вот наши три инструмента – смех, откашливание и голосовые – мы делаем вдох через живот. Итак, встаем все. Встаем. И руки на животе положили. И сейчас сделали глубокий вдох. Вот. Поднялись плечи. Вот я смотрю по своим внучакам, поднялись плечи. А теперь, смотрите, у нас плечи опущены. Возможно, невозможно, уверенно, те, кто первый раз, у вас тоже плечи поднимаются, да? Так вот, не надо. Вот так делать неправильно. Смотрите. Вот так неправильно. При этом у вас, наоборот, втягивается живот, а плечи поднимаются. Мы сейчас расслабили плечи. Давайте вот расслабили, повесили как на стынку, как на вешалку, да? Вот. Ручки на животик. И делаем вдох. У нас животик надувается. Вот как шарик надувается. Задержали. А выдох. У нас пупочек прилипает к позвоночнику. Голодные волки. Опять вдох. Плечи не поднимаем. Выдох. Вдох через носик. Вдох. Задержали. Побултыхали. Выдох. Молодцы. Это первое правило. Второе правило. Берем, как мы очки одеваем на ушки, мы одеваем вот так улыбку нашу на ушки. И... И не снимаем. И берем за подбородок и хорошо откроем рот. А-а-а. Как к горло-носу идем. Или к зубному, да? Вот нам надо, чтобы прям бланды увидели. А-а-а. Проверяем, сколько косточек у нас помещается. А-а-а. Не вот так уж проверяем. А вот так вот. Сколько... Сколько косточек у нас помещается. И вот с таким широким ртом мы выполняем все три вот наши инструмента, о котором мы говорили. Дальше. Включаем сейчас на полный звук. На полную, как водопад. Жик. Да. Взрослого выключаем всю серьезность, всю предвзятость. Чик. Мы превращаемся все в веселых маленьких детей. Да. И сейчас мы делаем вдох. И будем громко смеяться. Хорошо? Громко, широко открытый рот. И на улыбке. Давайте. Приготовились. Вдох. Животик. И... Ха-ха-ха-ха. И обратили внимание, когда звука не стало, что я сейчас делала? Я продолжала смеяться беззвучно. Давайте мы сейчас с вами попробуем смеяться беззвучно. Ну-ка. И вдох. 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 Молодцы. А теперь мы это соединяем. Мы соединяем голос и соединяем потом, когда голос выйдет, мы беззвучно продолжаем смеяться. Как старый беззубый дед, да? В некоторых такое сравнение. И приготовились. Вдох. Забеременеем радостью, гормонами счастья. Макрофаги все свои активировали. И... Громче, 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 не слышал. Громче. Давайте вот в ту сторону квартала разбудим, чтобы все соседи слышали. Приготовили справую руку, взяли мешочек смеха. И вдох. И... Чтобы воздух полностью вышел. Для чего это нужно? Потому что, когда он полностью выходит, наши легкие больше раскрываются. И вместо одного литра мы берем, кролик, целых четыре литра. Четыре? Да, вместо одного литра. Вот если просто мы смеемся... Это вообще будет пол литра, да? Если мы вообще с закрытым ртом смеемся, некоторые так смеются. Некоторые так кривят рот. Не открываются некоторые демонически серьезным видом. Аж страшно. Я таких людей боюсь, которые смеются без улыбки, да? А мы широко открываем рот. Кто победитель? Кто молодец? Скажи, я! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! И потом вот так вот, прям как краб, широко раскрываются наши легкие. Так, этих соседей разбудили. Сейчас будем будить вот тех соседей. Чтоб собаки залаяли даже. Чтоб нас все слышали. Берем другую руку, мешочек. Другую руку, мешочек берем. Хватит уже спать всем, да? Дох. И... Громче, громче, громче. Рот сейчас подкрывали. Хватит уже целых 9 утра. Уже почти 10. Итак, смотрите. Если у вас не открывается рот, значит, у вас тут забиты мышцы всякими проблемками. Значит, вот вы уже какие-то тут имеете психошлаки, так можем сказать, да? То есть всякая психосоматика, которая нам мешает открывать рот, которая нас вот так вот забивает вот с оциумом, да? Если кто-то нам говорил, ты плохой, у тебя там что-то не получится, там ограничивающие убеждения нас селял, все, и мы потом не можем, естественно, громко смеяться. Это же ненормально, ребята. Давайте верблюда сделаем, пожуем, разомнем наши челюсти. Языком колем щечки. Челюстью вправо-влево. Вперед-назад. По кругу. И в другую сторону. Массажик легкий такой. Вот и личико наше делаем лучше, да? Вот, она тоже любит массажик, тоже кровообращение. Ушки хорошо-хорошо растерли. На гармошке поиграем. На прищепочке себе повесим. А вот повесим вот так вот, да? И сейчас, смотрите, мы оба мешочка берем правую-левую руку, все встали, никто не сидит. Берем два мешочка. И сейчас громко-громко смеемся, чтобы соседи справа и слева, и впереди и сзади, чтобы все слышали. Громко смеемся, звонко, широко открываю рот, улыбаясь. И долго-долго-долго, чтобы выдох был долгий, без придыхания. И приготовились. Док к животу. Громче все соседи будем. Молодцы. А теперь мы с вами добавим дело в дело. Да? Ну, представьте, что вы артисты. И вы приходите, вот когда артист в кинотеатре плачет. Это ж неестественно. Он же понимает, что он плачет. Ну, специально. Такая роль у него, да? Или кинокомедия. Артист должен смеяться, веселить других. Или клоун в цирке, да? И это называется искусство. Поэтому мы сейчас сделаем с вами смех заразительный. Хорошо? Можете при этом вспоминать какие-то веселые случаи, как хотите. Ну, представьте, что вы пришли поступать на артиста. И сейчас говорят, у кого будет самый заразительный смех, вот того человека мы и примем. Да? Хорошо? И приготовили сейчас. Мы должны заразительно-заразительно смеяться. Итак. Ну, и остальные правила тоже используем. Приготовились. Док. А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, а теперь вспомним нашу считалочку, международная такая считалочка, гимн йоги смеха. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, да, лучше денег, лучше денег, да, потянулись, потянулись. Сдулись, вдох, и выдох, и как шарик сдулись. Вдох, задержали, задержали. И лошадку. У всех лошадка получилась? У всех? Ха-ха-ха-ха, хорошо, молодцы. А сейчас мы сделаем откашливание, хорошо? То же самое, делаем с улыбкой, открываем рот, и как можно дольше, 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 дольше. Хорошо? И приготовились, вдох, чтобы вся мокрота вышла. Давай, делай с тобой, сонечка. Каролина, вдох. А-а-а! Еще вдох, мячик в стеночку, потом полвдох. А-а-а! И вот слизь, все, что выходит, мы это сплевываем, откашливаем, и горлышко у нас округляется, да. И классно. И мы подходим к волшебному дереву, да. Закрываем глазки, будем что-то нащупывать, что же мы сорвем, хорошо? Закрываем глазки, тянемся вверх, тянемся, тянемся, тянемся. А с закрытыми глазками равновесие держать сложно, правда? Стоим, 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 стоим. И что-то мы пальчиками нащупали, кругленько срываем. А-а-а! Черешенка! Ха-ха-ха! Это не простая черешенка, это смеха черешенка. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Мы смеемся! Ха-ха-ха! Да, йога смех, она включает различные игротехники. И еще раз тянемся, тянемся. Тянемся. Нащупываем что-то там еще, нащупываем, нащупываем, нащупываем. А они все высоко-высоко. Оп! А-а-а! Малинка! Представляете, какое дерево! И черешня малинка на одном дереве, а! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Это смеха малинка! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Тянемся еще. Тянемся, тянемся, тянемся. Глазки закрыты. Стараемся держать равновесие. Подбородочки подняли, тянемся и срываем. Что это такое? Тютина! Ой, это смеха тютина. Ну, еще раз тянемся, тянемся. Ммм! Завтрак хороший, витаминный у нас. Тянемся, тянемся, тянемся. А? Малинка! Ммм-мм-мм-мм! Ой, какая смеха малинка! Ягода малинка! Смеха ты малинка! А сейчас мы с вами вот так сыпем пальчики. И постоим подольше, постоим. И будем с вами люк денежный открывать. Да, тянемся. И старайтесь, чтобы ручки у вас вышли больше за ушки. Лопаточки, да, против сутулости. Лопаточки соединили. Как будто монетку держим между лопаточками. Ручки вот так, прям подальше, подальше. Вот, для осаночки это очень хорошо. Головки не опускать. Вот, и стоим. Стоим на носочках. Стоим. Ножки вместе. Стоим. Стоим. Ручки прямые. Локоточки не сгибаем. Тянемся, тянемся, тянемся. Стоим, стоим, стоим. Повыше, повыше тянемся на носочках. И крышку люка открываем. Опа, у нас денежный поток на нас посыпался. Ой, 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 ой. И пятирублевые купюры, и всякие разные. И монеты дождь такой. Классно, классно. Давайте еще раз встанем на носочки. Ручки встряхнули. Встали. И еще раз стоим. Стоим. Тянемся. Да, тренируем наши ножки. Подтягиваем животик втянутый. Попочка все крепкая, как орешек. Пресс крепкий. Ручки чуть-чуть назад, да. Вот. Голову не опускаем. Осаночку выравниваем. И вот с такой осаночкой будем ходить всегда. Да, чтобы лопатки были соединены. Стоим, стоим, стоим. И дергаем. И я. Вся валюта разных стран на нас посыпала. О, сколько у нас денег. Все знают, куда их потратить. Каждый знает, на что он хочет. Да, классно. А благотворительностью тоже будем заниматься. Да? Здорово. Кто молодец, скажите? Я! Хо-хо, хо-хо-хо, хо-хо, 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 да, хорошо, хорошо, да, лучший день, лучший день. Да-а-а, вдох, выдох, молодцы, стряхнули, стряхнули, хорошо, ручки вот так взяли и немножечко вот так тоже для осаночки поделали. Вот руки вот так должны выглядеть, спинка прогнута, подбородок выше, вот, немножечко размялись. То есть осанка у нас должна быть уверенного человека. Когда человек не позитивный, когда человек пригружен разными проблемами, у него начинает холк расти и он начинает шутулиться, у него шаркающая походка. Это счастливый человек, уверенный человек, у него всегда плечи выпрямлены. И наш организм, он считывает. То есть если мы меняем осанку, мы меняем и свое состояние внутри. Хорошо? Ну а теперь мы с вами переносимся в санаторий. И сейчас будем пить кислородный коктейль, да. И мы его принимаем, принимаем и добавляем. Метафизика, вы знаете, это 95%, то есть наше воображение. Поэтому мы наполняем гормонами радости, счастья, здоровья. Пьем и смеемся. Пьем и смеемся. Молодцы. Подходим к водопаду. И подходим под этот прекрасный, кристально чистый водопад. И он на нас брыжет. О, давайте наш вай-вай хорошо просыпем с аппетиками водопада. Вот такая кулька, которая вот так хорошо-хорошо просыпает. Да, прокладненький, да. И говорите, я желаю всем людям здоровья и счастья, да. Я здоровый, я веселый, я позитивный, да. Да. А теперь подставляем спинку. Да, и пусть наш водопад хорошо-хорошо под напором. Он пробивает наши плечики, нашу холку. Вот так, хорошо-хорошо. И теперь спинку. Да, вот так. Вот, все хорошо. Попростукивает. И ручки тоже, да. Вот так, хорошо. Вот такой классный массаж. Здорово. Вышли, встряхнулись. И как собачка встряхнулись. И подходим к морю. И мы с вами будем буквы пробивать на морском берегу. И заряжать море нашим позитивом. Помните, вода имеет память. И все, кто будут плавать в этом море, они все будут преображаться, исцеляться, набираться радости. Так, вдох давайте сделаем. Вдох. Если головка немножко кружится, это хорошо. Значит, выполняйте все правильно. И подходим к морю, да. И видим эту красоту, видим горизонт. Там где-то вдалеке дельфины прыгают. Ой, так здорово. И мы сейчас звук А пропеваем. Вдох. А-а-а-а-а. Если кому-то в этот момент надо будет откашиваться, пожалуйста, можете специально салфеточку какую-то рядом иметь, вот, а теперь мы поем звук О, вдох, носик, животик набрали. О-о-о-о. Тянем, 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 сколько можем, звука нет, вытягиваем, беззвучно, молодцы, М добавим на носочки О сначала. О-о-ом. Губки расслаблены, должно быть чекотно, здесь вот все мышцы у нас расслаблены, классно? А, О, У. Вдох. У. Хорошо, отлично, Э буква, Э, чтобы нам побольше со всего пляжа присоединялись люди, Э, вдох. А, О, Классно. Звук И. Вдох. И давайте, знаете, как на выдохе сделаем И, 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 И. Вот так немножко поиграем с вами. Приготовились? Если нужно, откашляйтесь. Если чувствуете водички, сделайте глоточек. Всегда чувствуйте свой организм и делайте, как вам хочется. И тональность выбирайте, такую, как вам хочется. Приготовились? И, И. Вдох. А теперь давайте соединим буквы А, О, У, Э. И. Приготовились? На одном выдохе. Вдох. А, О, У, Э, И, 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 И. Хорошо. А теперь сделаем то же самое, только каждая буква у нас будет в разной тональности, выше, ниже. Хорошо? Учимся управлять своим голосом. И приготовились? Вдох. А, О, У, Э, И, 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 И. Получилось? Хорошо. Кто молодец? Скажите, я молодец. Похвалите себя. Я лидер, я победитель, я триумфатор. Я мега уверенный в себе человек. Я сам лучший смехаёж. Я позитивный. Я радость всем. И теперь я себя любимого. Звуки я. Всё, что мы произнесли. И вдох. Я. Классно. А теперь еще раз букву «Я» во имя мира во всем мире, всему земному шару, чтобы всем передалась дружба, любовь, благодарность миру во всем мире. Да, приготовили сдох. Я! Хорошо, молодцы. И теперь минута смеха ради мира во всем мире, ради того, чтобы все, что мы произнесли, все доброе, хорошее, чтобы все сбылось. И теперь мы уже смеемся на разные буквы и в разных тональностях, включайте микрофон и кому как нравится вдох животом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 вами прощаюсь до сентября, потому что я еду на ретрит. Следующее воскресенье не будет. Уже в четверг я уезжаю в Анталию вместе вот со своими внучками на ретрит. И, в общем, буду там где-то полмесяца, потом еще в другом месте на море. Так что с вами прощаюсь до сентября. Буду за вами скучать. Вот приезжайте в гости на море. Не знает куда. Да, он приезжал. С вами была Иванова Лариса. Всех люблю. Всех обнимаю. Всем такого отличного дня. Лариса, мы тебя тоже любим. И если ты думаешь, что мы увидимся с тобой в сентябре, то ты ошибаешься, потому что я тебя увижу раньше. Ура! Здорово! Я знаю, куда ехать. Тогда, Вася, дыри с собой компанию, да, и будем зажигать. И вот как мы сегодня на море с вами, да, пропевали звуки, вот так мы будем с вами на море заниматься. Да, перед морем будем пропевать, будем выполнять йогу смеха, будем плавать, будем танцевать на камнях, да, я всегда беру с собой колонку. Будем делать записи, будем знакомиться с людьми. И, в общем, будет много-много классных приколюшек. Еще у меня там есть гвозди, мы будем стоять с вами на гвоздах. Я на них стоял. Я помню, как проявил решитель, легко могу встать, потом глаза обратно вправлял. Да, вообще, я тоже думала, что это прям... Ну, вот, много будет интересного, так что в августе месяце приезжайте. Спасибо, Лариса. Спасибо тебе за твой талант, за твою искренность, за твою любовь, которую ты нам дарила. И, конечно, мы же, мы счастливы, что ты едешь отдыхать. Многие наши смеха-ежики отдыхают. Любовь Камен поехала в свой дом радости, в другие участники в себе. Олег Семичев сейчас находится вообще там в горах, прячется от града. В общем, такой некий отпуск. Да, да, вы молодцы. Низкий вам поклон за то, что вы делаете, за то, что вы дарите нам свою радость, улыбку. Зажигайте нас на весь день, потому что я уже не представляю свою жизнь без этих утренних тренировок. Вечером еще можно смириться, потому что уже хочется отдыхать, спать. И то тренеры сейчас возвращаются с отпуска, Лариса, и вроде как мы ушли же на каникулы вечерний тренер. А мне пишут, а я хочу. И вчера я закрутился и забыл, что Гузель Ганиева в расписании еще не включил в основное. А она мне пишет без одной минуты сил. Где? Почему? Я так рад этому, что вы, вы, которые дарите улыбку счастья, вы это делаете с любовью. Низкий вам поклон, девочки. И мальчики. Спасибо всем, что было с нами. Лариса, хорошего отдыха. Рада буду с тобой снова встретиться. Да, благодарю. Тоже буду рада со всеми встретиться, познакомиться, кого не знаю, да, вместе будем тусить, заряжать, по полной программе. Отлично. Ну что, друзья, мы с вами сейчас посмеялись, мы зарядились эмоциями позитивно. Сегодня воскресенье, сегодня день семьи и любви. И этот день семьи и любви мы всегда с вами будем проводить однозначно, только в улыбке и в удовольствии. Потому что те эмоции, которые Лариса нам подарила, они уже с нами останутся, они останутся до самого-самого вечера, а у кого-то до завтрашнего утра. А мы сейчас с вами переходим, друзья, плавно к нашему следующему спикеру. Спасибо.